Добрый вечер от программы «Здравый смысл» в студии Алексея Вербицкий. 25 лет избирательной системе России и избирательной системе Свердловской области. Об этом сегодня говорим. У нас в гостях Гульнара Романова, председатель территориальной избирательной комиссии «Первого райска». Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер, Алексей. Спасибо. Гульнара Александровна, то, что касается этой даты избирательной системы «Первого райска», я тоже, надеюсь, 25 лет. Расскажите, пожалуйста, за это время как изменилась эта избирательная система? Что изменилось в самих выборах, если мы будем сравнивать четверть века назад, допустим, и сейчас? Ну, избирательная система за свои 25 лет прошла достаточно большой путь становления. Вроде бы казалось, возраст 25 для человека, это только стоит на пороге жизни, то для избирательной системы это уже ее зрелость. Так можно отметить. Ведь основной скачок, который произвела избирательная система, это в развитии технологий, используемых на выборах. Это регламентация и закрепление всех правовых норм. Вот если брать федеральный закон 94-го года об основных гарантиях избирательных прав, то там в общем давалась характеристика, как выдвигаются кандидаты, как происходит агитация, ну и все другие вопросы. Сейчас все нюансы оговорены. Все нюансы оговорены, разжеваны настолько, что вот откроешь закон, и тебе понятно весь твой пошаговый путь. Законодательство ужесточилось с того времени, получается, или оно просто яснее стало? Оно стало яснее. Да, где-то более жесткие меры были введены, например, это в плане агитации. То есть, яркий пример. Раньше кандидат шел на выборы и использовал в своих агитационных материалах, своих выступлений, ссылку на каких-то известных деятелей. Фотографии с этим известным деятелем появлялись в средствах массовой информации. Часто это нельзя. Часто это нельзя. То есть, кандидат имеет право использовать только изображение своего физического лица. То есть, вот уже источение. Ваша коллега Эл Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии, сказала о том, что доверие граждан к избирательной системе в целом выросло. Согласны ли вы с этим и как это оценивать? И если мы говорим про Первоурайск, как этот критерий выявить? Больше доверия, меньше доверия? Ну, я думаю, что в целом и по России, и в нашем городе доверие выросло. Это говорит и явка избирателей на выборы. Ведь если посмотреть две последние избирательные кампании, она у нас достаточно высокая. Кроме того, доверие вырастает, потому что мы открыты для избирателей, для тех, кто наблюдает за нашим процессом. Это и использование комплексов обработки избирательных бюллетеней, когда все считает электронное устройство. Это использование видеонаблюдения, когда любой желающий может в режиме онлайн наблюдать, что происходит на том или ином избирательном участке. Это и допуск на избирательные участки наблюдателей не только от кандидата или политической партии, и в том числе и общественных наблюдателей. То есть и международных наблюдателей. Все это говорит об открытости и гласности избирательного процесса, и, соответственно, из этого уже вырастает доверие избирателей. Подготовка к выборам, как она происходит? Вот это же остается, по большей части, это за кадром, не публичный процесс. Да, причем подготовка к той или иной избирательной кампании начинается, как правило, за полгода до нее. Казалось бы, что они там делают, да, а планомерная подготовка уже осуществляется. В первую очередь, конечно, работа с участковыми избирательными комиссиями. Большой плюс вот как раз законодательства, в том, что в 2012 году избирательные участковые комиссии стали формироваться на постоянной основе на срок полномочий 5 лет. То есть уже в комиссию попадают не случайные люди. То есть более 70% это люди, которые осознанно пришли и работают в участковых комиссиях. Вот как раз с ними. Слушайте, а мне всегда было интересно, что они делают, и что вы делаете, когда нет выборов. Вот как раз основной из задач является обучение и подготовка кадров участковых избирательных комиссий. Мы проводим семинары, обучающие лекции. Вот сейчас буквально в рамках подготовки к 25-летию избирательной системы провели семинар с председателем участковых избирательных комиссий в виде занимательной игры. Когда председатели отвечали на вопросы, разыгрывали какие-то сценки с той или иной ситуацией на избирательном участке. И вот в такой игровой форме лучше запоминается информация, лучше анализируется то, что уже имеется багаж знаний. И я думаю, что такие технологии мы дальше будем использовать. Замечательно. Президент Владимир Путин вот как раз к этой дате сказал о том, что недопустимо вмешательство, незаконное вторжение в какие-либо выборные процессы. Как этого не допустить? Вот даже на местном уровне и здесь, допустим. Ну, если говорить про местный уровень, то тут все зависит от нас. То есть от той информационно-разъяснительной деятельности, которую проводят избирательные комиссии и от сознания самих граждан. То есть мы же открыты, у нас работает горячая линия, работает горячая линия в правоохранительных органах. Если гражданин знает о возникновении какой-либо вот такой спорной ситуации, вмешательстве в избирательный процесс, он всегда может обратиться как к нам, так и в правоохранительный орган, да к любой общественности, чтобы забить тревогу. А узнать он может прямо в режиме онлайн, насколько я понимаю. Да, вот последние две избирательные кампании мы используем видеонаблюдение на избирательных участках. Причем, вот Владимир Владимирович рассказал о своем обращении на торжественную церемонию, посвященную 25-летию избирательной системы, где также обсуждалось применение этого видеонаблюдения на всех выборах без исключения, независимо от их уровня. То, что касается каких-то перспектив, чтобы сделать выборы еще более открытыми, еще более прозрачными. Что-то планируется в плане технического оснащения дальше? Может быть изменения в законодательстве? Расскажите. Вот сейчас как раз Центральная избирательная комиссия проводит цикл встреч с различными представителями политических партий, общественных объединений, на которых обсуждается развитие этих технологий. Идет речь об использовании смартфонов при голосовании. Сейчас широко очень распространяется идея использования электронного паспорта, да, там с отпечатками пальцев, с чипом. То есть со смартфонов, подождите, можно не выходя из дома проголосовать будет? Все это сейчас обсуждается, примеряется к условиям нашей жизни. Так, а электронный паспорт это что? Ну, предполагается, что будет электронный паспорт с чипом, вот как обычная карта, да, банка. Что с ним делать с этим паспортом? На которой будет вся информация о человеке, его персональные данные, может быть, даже там будут и отпечатки пальцев и все. И человек, придя на избирательный участок, вставит этот свой электронный паспорт в считывающее устройство, проголосует и отдаст таким образом свой голос. И бюллетень вообще не нужен будет? Что касается правовой культуры жителей, как вы ее уровень, может быть, поднимаете? Может быть, этого и не нужно делать? Или вот как вы оцениваете, во-первых, уровень правовой культуры, во-вторых, может быть, какие-то занятия проводятся с людьми? Ну, вообще, за последние 25 лет уровень правовой как раз у культуры наших избирателей значительно вырос. То есть, уже меняется отношение к выборам, их установка при проведении голосования. И я думаю, что в этом не последнюю роль как раз играют наши избирательные комиссии, в том числе территориальные. Потому что мы начинаем проводить работы с будущими избирателями. Независимо от того, в детском саду находится ребенок, школьник, это либо студент, либо уже работающая молодежь. То есть, уже с детского сада вы им рассказываете, что такое выборы, зачем они нужны? Да, это все происходит, конечно, в более такой упрощенной форме, на уровне мама, папа, я, моя семья и наша роль в обществе. Но чем старше становится ребенок, тем осознаннее проводятся уроки правовой культуры в школах, как педагогами в рамках тематических своих занятий, так и при необходимости, если приглашают нас, мы всегда рады, откликаемся на эти приглашения, тоже рассказываем об конституционном праве, избирательном праве. Это замечательно. Спасибо вам за беседу, Галина Александровна. Спасибо телезрителям, всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова